Александр Поветкин, 24 часа после боя. Первое, разница в весе. Это что ты ожидал? 24 часа до боя и первый вопрос. Разница в весе. Это то, что ты ожидал? Насколько это важно? Для меня значение имеет. Я думаю, что даже у меня сейчас самый оптимальный вес. И быстрый и сильный вес. Так что все нормально. Это почти не имеет смысла. Потому что это тяжелый вес. И это значит, что у меня быстрые руки, быстрые стрелы, быстрые планы. Так что это лучше, чем прошлый вес. Первая оптимизация между моими друзьями, когда они видели разница в весе, что он не готов для 12 раундов. Так что он выглядит, как он хочет победить. Хаммер хочет победить. В несколько раундов. Потому что никто не может верить, что он может иметь 160 килограмм. И оставить 12 раундов. И бороться с Александром. Есть такое мнение, что судя по форме Хаммера, он явно хочет выиграть досрочно. Но он явно не готов на все 12 раундов, судя по его форме. Что ты думаешь по этому форме? Трудно сказать досрочно выиграть. Я не знаю, что он хочет. Я знаю, что я хочу. Я хочу выиграть. Так, что он хочет. Это тяжело сказать. Не важно, что он хочет. Я знаю, что я хочу. Поэтому я не знаю, что он хочет. Я не знаю, что он хочет. Какое он хочет. Он хочет бороться. Он просто хочет бороться чемпионам. Но, давайте быть honest. Кто его номер один? Ты недавно в интервью сказал, что он готов бороться с любым чемпионом. А кто, так скажем, номер один в списке этих чемпионов? С лучшим хочется боксировать. Я, наверное, на данный момент это Энтони Джошуа. Это Энтони Джошуа номер один в списке. Номер один в списке. Это будет номер один. Это будет номер один, нет. Это будет номер один. Один, что он может быть в последние 3-4 лет для обслуживания на уровне. Но он считает, что он должен сделать что-то особое, что в последние годы, в том числе, что он победит на «хаммер» для того, чтобы использовать его целый потенциал? Что значит, что это особое особое? Для бороться на чемпионате мира или победить на чемпионате 2018. Вопрос такой очень странный, то есть последние 3-4 года ты в топе тяжей, безусловно, думаешь ли ты, что ты должен что-то особенное сделать, чтобы вот этот год как-то прорывным стал, давит ли время на тебя, что нужно, ну вот как-то побыстрее уже с топами подраться, есть ли вот такие мысли? Есть такое желание, есть такое желание, конечно надо боксировать сейчас на самом высоком уровне, я считаю, что вот эти вот все проблемы, которые у нас были, я считаю, незаслуженные, немножко нас назад оттолкнули, ну всему свое время и я настроен идти вперед и побеждать. There is nothing special that he has to do, but of course, you know, the last problems that he had, it's not really fair, such a thing, and it's like, he made like a step back because of this problems. Я знаю, что он учился в боксе. Я знаю, что он любит в боксе. Я знаю, что он любит в боксе. Я знаю, что он любит в боксе. Мое превосходство – это скорость. Я быстрее буду, чем ребята, которые выше, весят по 120 кг. Конечно, я буду быстрее. Вот это мое преимущество. И подвижение, конечно. Он сказал, что не важно, как большие эти ребята, с его весом, с его весом, с его весом, с его весом, с его весом. Они будут больше движения. Ага. Да. Да. Я знаю, что он любит. Я знаю, что он любит. Я знаю, что он любит. Он любит. Я не знаю. Я знаю, что он любит. тренируешься в лагере, что-то, что ты считаешь важным, чтобы люди понимали и правильно воспринимали тебя? Трудно сказать. Я обыкновенный человек, что мне говорить. Тренируюсь, выступаю. Могу только одно сказать, что вот эта вот вся история с допинг-скандалом, это, конечно, мне очень не нравилось, потому что у нас в газетах много писали всякой ерунды. Я знаю, что я чист, и как там получилось, что там получилось, мне до сих пор непонятно. Я все-таки думаю, что справедливость восторжествовала, но мы покажем себя. Нет, ничего особенного, что люди должны знать о Александре Проветкин. Вы видите его все время, и нет, что он может сказать больше. Единственное, что люди должны знать, что эта история о позитивных допинг-тестах, это не правда, и он почти чистый, абсолютно чистый. И некоторое время после, может быть, это почти сейчас, это будет правда, люди будут понимать все. Поэтому мы не можем сказать вам что-то специальное, что вы хотите услышать. Потому что... Он, кто он. Да, он, кто он. Я не знаю, когда демонстрирует. Вы не можете добавить что-то другой. Но эта история... �аааа... разумеется больше силы от него, шутка. Но мы не сможем увидеть что-то. Спасибо большое, Александр Поветкин. Лучше победить. Спасибо, Александр. Спасибо за время.